Доброго ранку! Доброго ранку! Хочется приветствовать в нашей студии Диму Колбуна. Это спевар Мэйд Бэйд Белараша. Привет! Привет! Боже, а теперь где-то, пожалуйста, в очи этого человека? Я таких больших очей на облечья человека в жизни не видела. Ну, ты понимаешь? Это все радиация. Это очень красиво. Это очень красиво. Ну покажите глаза Колдуна. Дима Колдун может стать наикрасивейшим человеком Украины за Россию. И журнала Вива. Наступного урока, как минимум. А вот теперь подъем! Доброго ранку! Все там гордо настрое. Дима, в откресенье ты выступал на «Фабрике звезд». Да, я так выступал. Твои впечатления? Все хорошо? Хорошая фабрика, хорошие звезды, хорошие песни. А с кем ты пел? Я пел с Ирой Кристининой. Ирой Кристининой? Да, я видела. Она была похожа на Милу Йовович из фильма «Обитель зла». Всех замочила. Это было внутри у нее столько зла или просто нет? Относительно зла происходило у нас. Она иногда видится, как Милу Йович в фильме «Пятый элемент». Она делает бик-баля-бум! Сильно она вокалистка? Понравилось ей? Ну, мне показалось, что голос у нее сильный, такой, с мясом. С мясом? Как колдун с мясом. Поговаривают, что в 2010 году на Евровидение поедешь ты от Беларуси. Может быть, может быть и поеду. Видите ли, в чем дело? Мне не хочется туда ездить просто так. А пока мое шестое место, которое я заработал для Беларуси, оно остается с самым высоким результатом. Вот мне все-таки хочется, чтобы кто-то перебил этот результат, и мне тогда будет какой-то стимул. А просто ездить сюда. Высоким результатом для кого? Для Беларуси. Для Беларуси. Это три же же результата. Вот, допустим, Саки Срубас ездит, перебывается в свои результаты. Дима Билан победил сам себя. Ну, вот, как-то мне это кажется немножко скучноватым. Тем более, у меня таких комплексов особо нет по поводу того, чтобы я здесь пока себе лоб не разбит на Евровидение. Ну, подожди, ну теперь все по-другому. Киркор, вы уже не работаете вместе, да? Может, если... То есть, спроси, вы не работаете с Киркором? Вы работаете? Мы не работаем. Не работаете. Потому что совсем по-другому, не романтично выглядеть, а, ну, другой репертуар подобрать. И успех будет с тобой. Можно спеть и снимать уже, сына. Я думаю, что... А, нельзя еще. Нельзя еще пока. Может быть, может быть, это и произойдет, но... Ты езжай, все будет хорошо. Ну, ладно, все, поедем. Давай, мы тебя просто чаще будем видеть. А ты с какими-то парнями из группы Корни открыл свою студию? Да, открыли мы студию. Это так, для того, чтобы... Ящерица называть, да? Это... Да, она называется Ящерица. И мы там занимаемся... Разводим ящериц, а также разводим всяких девушек, которые приходят. В том числе... А с кем из парней Корней? С Сашей, да, по-моему? Да, с Сашей Асташонком. А с Асташонком. О, точно. И что вы там еще делаете? А песни пишете иногда? Пишем песни. Вот мой новый альбом мы там записали на этой студии. Ну, и доросла. Главное, чтобы она хвост отбросила. Интересно вам говорить об белорусском шоу-бизнесе. Потому что я вот несколько раз за последние два года бывал в Минске и пытался вот проследить, как это явление выглядит вообще. Но, к сожалению, как-то так на ощупь ничего не смогло... Это странное явление. Белорусский шоу-бизнес. На самом деле, мне с трудом представляются люди, которые способны заработать. Там их на самом деле не очень много. Из тех людей, которые действительно работают, выступают и зарабатывают этим себе на хлеб. Очень много различных продюсерских центров, очень много разных артистов молодых. А толку? А толку? Толку немного. Потому что всем им, помимо своей основной работы, видимо, певческой, приходится зарабатывать себе на жизнь чем-то другим. И скорее это хобби, нежели... А так вообще очень весело. Что касается брата? А вот брат, кстати, зарабатывает сам. Он ведущий. Ведет интеллектуальное шоу на Центральном канале. А вот, я так понимаю, это как ОРТ, да? Центральный канал, его смотрит 51%... Его смотрит 51% акционеров. Из 50% акционеров. Ага. Пинтерочка. Зачет. А вот на белорусском языке, правда, что у вас телевизия, радио на белорусском и люди не понимают, о чем идет речь? У нас одна радиостанция всего на белорусском. Вот, кстати, я завидую вам здесь, потому что вы вот разговариваете на родном языке. А в Беларуси, к сожалению, все разговаривают на русском. И я уже даже иногда сам забываю, читаю газету, где написано на белорусском, просто не помню языка. Дуречи, ты же разумеешь украинскую? Ну, я понимаю, да. Дуречи, ты свое майбутнее бачишь в Беларуси, че все-таки Москва, Раша? Ну, я уже три года живу в Москве, поэтому я, к сожалению, даже не совсем сейчас понимаю, какие тенденции там в Беларуси происходят. А, наверное, интересно. Но там очень душевно и весело всегда. Так давай споем твою песню последнюю. Ну, давайте споем. Давайте. Мы знаем из твоих Костя в Яльской Нишину. Костя в Яльской Нишину и Родина моя Беларусь. О, точно. Олеся. Заглавная песня твоего альбома последняя какая? Какая? Ну, у меня на альбоме есть песня, которая называется «Настройся на меня». Я волну свою включаю, ты настройся на меня. Такая грустная песня. Не то? Да, все. Дима почула трисекундный сингл от Димы Колбуна. Самая эта песня продается окременно на дисках. Выходит на меня на бираже. Дима наш непримхливый. Вы кажете, что граммарка в «Сквирайдер» — это колбаса и один с бунками. Ну, да. Это газировка обязательно какая-то должна быть. И колбаса. Ну, а как вот это вот... Я помню, когда занимался концертной деятельностью, там, Ирина Аллегров, допустим, если что, приехала, надо, чтобы в отеле все окна были закрыты черной тканью, чтобы был полный... Ну, я, несмотря на то, что я колдун, я вот не практикую вот эти все вещи. Мне кажется, что... Раньше люди одеколон заказывали себе в гримерке. Но я просто не употребляю в таких количествах. А тебе говорили, что на тебя похож Дэвид Каппершин? Эм... Видишь, как я сформулировал правильно? Говорили, что на меня похожа принцесса Диана была, но... Вот такие прекрасные будут, да, у нас очень... Говоришь быт, взятым добивьем. Оля, простафанатов, если ты делаешь, то берешься. Спасибо. Один короткий еще вопрос, а вот... те знания, которые ты на химфаке БГУ получил, как-то используешь на практике? БТУ можно. Ну я использую. Я умею очень нехимичить, особенно когда дело касается финансовых вопросов, очень помогает подбивать. Внимание всем, что тебе будет добрая. Ты сказал, что не все хорошо не будет? Ну, здесь написано «А». Здесь написано «Оля». А, а потом «Х». А, как все хорошо будет. А, как все хорошо будет. Дима, саргон, дякую. На пророче всем нам классный ранок. Любим вас, я торжу к тебе слово.